Приятно на последних минутах вырывать такие матчи, положительные эмоции есть, хотя по качеству игры, конечно, есть большие у нас пока проблемы и если первые где-то 20-25 минут мы в принципе играли, как договаривались, это подстройка, отскоки полузащитников. Мы из-под прессинга СКА выходили, то потом где-то после 25 минуты сбились на забросы, перестали подстраиваться и СКА энергии удавалось нас накрывать и удалось сломать нашу игру. Здесь нам надо, в этих моментах надо прибавлять движение и ни в коем случае не отказываться от своей игры, не сбиваться на забросы, в чем мы не сильны и в чем мы в принципе не тренируем. А играть свой футбол, это футбол низом, подстройка, развороты атаки, то что мы сегодня тоже мало делали, поиск свободной зоны, плохо искали эту свободную зону. Поэтому такая в целом и игра, она наверное больше была ничейная, именно 0-0 и в гостей не было моментов и у нас особых моментов не было, только подходы. Ну бывают такие матчи, мы на последних минутах нам забивали, поэтому здесь конечно главное на сегодняшний день 3 очка. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Кто первый? Сергей Руньков. Виктор Геннадьевич, вопрос такой, довольно мало команды, но и силы дальних ударов у меня. Это такая установка, ведь это только из предела с троплой, постараться наверняка или по это... Да нет, почему и Стеклов пытался, и Берхамов в первом тайме пытался. Нет, конечно такой установки нет. Разыграть любой ценой без ударов, там с 5 метров забить, конечно нет. По ситуации, если мы говорим, что в району у штрафной площади это уже сигнал для удара, надо этот удар готовить. Коллеги, следующий вопрос, пожалуйста. Владислав Волошин, документы и факты в Туле. В компенсированное время состояла замена Кочина на Демечко, ведя в счете в большинстве, и видимо замена нацеленная на затяжку времени, не слышно ли перестраховывать? Ну, остается минута, и замена потянуть время и выпустить именно футболиста, который играет вверху, а можно было предвидеть, что СКА сейчас будет ставку на забросы и стандарты делать. Я думаю, здесь не перестраховка, а замена по ситуации. И игровая ситуация требовала, на наш взгляд, этой замены. И затяжка времени, и где-то сбить темпы. Плюс играет Демитко вверху. Следующий вопрос, пожалуйста. Сергей Сергеевич. Сергей Инатьевич, что сказали Львовичу после матча? Как-то поздравили его с первым голом за Арсенал? Ну, наши руководители поздравили. Конечно, я его еще поздравлю. Рад, что он наконец-то забил. Такие голы он часто забивает на тренировках, поэтому этот гол не случайен. Ну, я дай бог, чтобы этот гол придал уверенности, и дальше он только помогал нам. Еще вопрос, пожалуйста. А Львович замену она готовила, сочетая, что Федотова вы изменили в прерыве? Львович готовилась, да. Вот именно этот микроцикл Львович достаточно качественно проводил. По тренировкам мы видели, что он заряжен. Мы во втором тайме, в начале, уже готовили эту замену мыслями. На вопрос пока больше, чем ответы, да? По Горану? Да. Ну, конечно, я лично до конца еще не знаю всех его возможностей. Чтобы понять это, надо, чтобы он, наверное, 3-4-5 игр сыграл. Начиная со стартового состава, да. Но у нас просто нет времени, игры идут одна за другой. Дальше, конечно, сейчас после этого будем давать время и дальше смотреть. Вопросы есть, но есть качества, за счет которых можно его использовать. Дмитрий. Дмитрий Абутин, у вас, например, есть болезщик по Арсеналу. Здесь сегодня в Канаде очень грубо играл, то есть в Арсенале. У меня есть тренированных игроков из нашего команды? Ну, я думаю, какие-то ссадины, ушибы, как всегда есть. Наверное, есть. Здесь надо сказать, что все команды, приезжая в Тулу, играют с удвоенной энергией. На сегодняшний день Арсенал это раздражитель, и все хотят себя показать и взять здесь очки. Поэтому Sky Energy не исключение, да. Я думаю, что все-таки на грани, наверное, жесткая игра, но я думаю, в пределах разумного, что-то сверху такого, конечно, не было. Но это футбол. А с Котом что? С Котом, ну, так же легкий спазм. Я думаю, что надеюсь, что к следующей игре он отойдет. Еще вопрос, пожалуйста. Я с ним не знаком и не переговаривался. Насчет судейства я сразу могу сказать. Судья, если он не ошибался, то ошибался в обе стороны. Взять хотя бы тот штрафной, который перед тем опасным штрафным, который с линией штрафной набили. Там на краю тесок, ну, вообще не было штрафного, они ставят судья штрафной подачи и зарабатывают, ну, самый, наверное, очень опасный штрафной. Поэтому здесь и у нас вопросы есть к суде. А с чем вообще связано обилие желтых карточек? Ну, вот уже вопрос был задан, что игра была на грани предельно допустимой, наверное, жесткости, что и энергия играла жестко, и мы старались не уступать, и все хотели выиграть. Поэтому, как следствие, желтая карточка. Еще вопрос есть, коллеги? Рыжков как дела? Рыжков находится в Германии. Он полетел на медобследование. После медобследования сказали, что пока операцию отложили до декабря, если она потом будет нужна, и он проходит курс реабилитации. Надеемся, что к концу сентября он уже вольется в общую группу. У нас матчи 9-12, по-моему, в сборных, мы снова лишимся Младана и Теска, да? Ну да, у нас там 10-го, по-моему, игра, или 11-го, в октябре. На этот период нам придется, да, опять. А нет такого правила, чтобы обратиться, допустим, к федерации, а переносить таких игр? Или это не разрешает? Ну, вот, кстати, я этот регламент не изучал. И, конечно, раньше такой пункт был, по-моему, сколько-то игроков его отменили теперь в первой дивизии. Я бы с удовольствием, если бы это была возможность, прибегнул бы к этому пункту. И последний вопрос, пожалуй, Владислав. Ну, на самом деле, где-то по истечению получаса игры, в последнее время, заметно, команда здорово сдает в физике. Дальше все-таки похолодание грядет на холодных полях, ноги забиваются быстрее, и, видимо, лучше не станет. Есть какой-то план подведения команды до оптимальных физических кондиций на этот промежуток? Ну, как плана такого стратегического здесь, здесь работа идет от игры к игре. Есть микроцикл, в зависимости от состояния проводится работа, и подводка идет к каждой к игре, к отдельной, взятой к игре. Надеемся, что здесь прогресс будет. Ну, у нас изначально, как бы, я уже говорил, что, например, тот же Иберхамов, Федотов, они не прошли сборы. И сейчас вот они иногда функционально выпадают, именно в плане функции. Не хватает от этого движения, не хватает тех объемов, чтобы на уровне, на протяжении 90 минут играть. Ну, и здесь и подбор футболистов, в принципе, был, играющий в футбол. Мы не хотим никого перебегать. По скорости, я думаю, мы, наверное, не одну команду, многие команды не превосходим. А именно, ставка на исполнение, на контроль мяча, такой у нас был выбор, но не всегда получается играть в этот футбол. И я согласен, что отчасти нами движения не хватает.